Первый снова в армии. Традиционная акция нашего канала прошла сегодня в Туле. Известные телеведущие, актеры и певцы побывали в гостях у десантников, суворовцев, а также посетили предприятия, где производят самое современное оружие. Кульминацией стал большой праздничный концерт. Вместе со звездами участия в акции принял и наш корреспондент Сергей Зенин. Первый в армии завершился праздничным концертом и салютом. Чуть раньше наша команда побывала в Суворовском училище. Поверить сложно, но всего за четыре месяца на пустыре построен комплекс современных зданий и полностью завершены отделочные работы. Для учебы и занятий спортом здесь есть абсолютно все, включая бассейн и хоккейную коробку. Была экскурсия. Я просто в восторге, потому что здание новое. Здесь есть оборудование, здесь есть различные дополнительные занятия для суворовцев. У детей, которые здесь учатся, большое будущее. У них есть возможность получить прекрасное образование. И я думаю, что нам можно быть спокойным, что нас будет кому защищать в будущем. А тем временем другая группа проекта первой в армии побывала на оборонном предприятии КБ «Приборостроение». Цех доводки продукции – один из немногих, где разрешено снимать. Готовы и к отправке войска комплексы «Панцирь». Лучшая в мире система в этом классе, как утверждают разработчики. То, что я вижу, я такого просто никогда не видел в своей жизни. Сейчас я на таком предприятии впервые так просто сюда не попадешь. Думаю, что здесь работает не одно поколение людей, которые создают эту уникальную технику. Пока одни участвовали в экскурсиях, другие защищали честь Первого канала на футбольном матче. Матч с юно-армейцами. Соперник оказался серьезным. Наша сборная уступила, но в этой игре не так была важна победа. Тем более, что первый доказал сегодня свою состоятельность на огневом рубеже. На полигоне Тульской дивизии ВДВ ежедневно проходят тренировки десантников по стрельбе. Но сегодня пострелять дали всем желающим. У гостей с Первого канала была возможность пострелять практически из всех видов оружия, в том числе из этого гранатомета, который произведен КБ «Приборостроение», где делают комплексы «Панцирь». Гранатомет очень эффективный. Стрелок может находиться на расстоянии 5 метров от цели. Очень эффективный и очень мощный. Говорят, сильная отдача. Но что такое отдача для десантника? Давайте посмотрим, как он работает. Если бы это был злодей, он был бы убит. Это круто. Это правда круто. С Калашниковым каждый человек мало-помалу имеет дело. Даже, извините, в армии или в школе, или в институте. То вот такое редкое вооружение, ну, я не представляю себе случая, при котором можно было бы штатскому человеку ощутить эту мощь, которая вылетает прямо из твоих рук. Это фантастика. Больше всего ощущалась именно отдача. Вот до этого я стрелял из разного вида винтовок, то есть там ружей всяких. Но это другое немножко. Пистолет совсем не тот. Одна из самых мощных снайперских винтовок в мире, ОСВ-96, тоже произведена в Туле. Дальность стрельбы 2 километра. Традиционные показательные выступления, захват наблюдательного пункта боевиков, запрещенной в России ИГИЛ. Работает разведгруппа, аккуратно, слаженно и очень быстро. Противник уничтожен, потерь среди наших десантников нет. К сожалению, в реальном бою так не всегда бывает. Торжественная церемония прошла уже на плацу Тульской дивизии ВДВ сразу после вручения подарков и грамот. Ребятам и их женам посмотреть в глаза. Для меня это очень важно, чтобы хотя бы частичку тепла какого-то передать. Ну, в общем, у них нелегкая служба и трудовые такие служебные будни. Это очень здорово, что вы приехали, не забываете нас. И мы очень рады за воздушность антой войска. И мы счастливы, что мы, девочки, служим в наших войсках. Главный приз – автомобиль. Счастливчика выбирало командование. Ключи вручили старшему лейтенанту Стрижаку, командиру разведроты. Стало неожиданностью для меня. Очень приятным сюрпризом. Первые 100 метров на ней. Ощущение, конечно, приятное и неожиданное. Подарок очень дорогой. Безумно рад. Через год наша команда снова посетит войска. Сергей Зенин, Артём Тихонов, Дмитрий Киеновский, Никита Полуда, Мария Михневич, Андрей Бакашев, Николай Сысоев и Сергей Мухин. Первый канал. Тула. Субтитры создавал DimaTorzok